Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется Может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты От этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа На душу населения Действительно Только что называется Открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Начинается климат-контроль У нас на прямой связи журналист, ученый Константин Рангс, добрый день Здравствуйте, Константин Добрый день Мы сегодня хотели поговорить с Константином На тему Все-таки изменения общественного осознания И путем, конечно, можно научных статей Можно программы делать аналитические, научные Но есть и еще такие более действенные способы Конечно, воздействие на умы населения Это показать, ну вот наглядно Очень процессы, происходящие в мире Может быть, чуть-чуть их даже там Ну вот предвосхищая Показать, какие катастрофы Наждует ближайшее будущее При помощи Ну вот кинематографа И наверняка вот это тоже та сфера Где достаточно активно пытаются Ну такими вот воздействиями Пытаются не только голливудские И, кстати, европейские многие кинопродюсеры Воздействовать на умы человечества И здесь вот, в принципе, масса проблем И, наверное, все они вот каким-то образом Нашли отражение в кинематографе Начиная там вот с техногенных катастроф На атомной электростанции Вот в фильме «Китайский синдром» Если еще вот из далекого моего детства Я помню этот фильм И вот с тех пор, в принципе, продолжается Вся эта тема Ну, нужно добрый день, прежде всего Хотел сказать, что ведь вообще эта тема Очень такая многогранная Дело все в том, что идея вот пропаганды Пропаганда вообще слова как термин Появилась в 1622 году Это времена молодого Д'Артаньяна, так скажем Так вот, именно тогда был опубликован документ Где использовалось это слово В плане распространения веры То есть это был документ католической церкви Направленный на мероприятия Направленный на распространение веры Среди язычников в Америке Потом это слово пропаганда Стало развиваться, расширяться И надо сказать, что где-то уже в 20 веке Отношение к этому слову здорово разделилось Например, если в странах католических Оно по-прежнему имеет свой первоначальный смысл В очень большой степени То в странах протестантских Слово пропаганда стало синонимом Такого усиленного продвижения каких-то идей И стала разделяться пропаганда на хорошую И пропаганду плохую Пропаганда хорошая — это когда что-то пропагандируется В интересах пропагандируемого человека Вот, например, пропаганда здорового образа жизни Или, например, пропаганда экологического сознания Потому что если мы будем экологически сознательны То есть поддадим все эту пропаганде То жить будем хорошо, здорово Чистый воздух, чистая вода То есть это как бы в наших интересах Есть пропаганда, которая в интересах конкретной группы Или даже одного человека То есть тут уже возникают сомнения в методах и искренности Но самое главное ведь другое Уже довольно давно было понятно Что, вот как вы заметили, Олег То можно сколько угодно бегать с научными статьями Публиковать их Могут ученые-мужи выступать Рассказывать, сомневаться Но это не имеет такого значительного эффекта Обращение именно к разуму Нежели если не подключаются работники сферы искусства И которые оперируют и, как скажем, оказывают воздействие Именно на эмоции Человек должен сопереживать героям Он должен себя с ними соотносить И вот тогда-то он действительно Воспринимает то, что ему преподается Как свою собственную, выстраданную им идею Вот вы упомянули Замечательный этот фильм с Джейн Фонда Он про атомную аварию Атомную электростанцию И вообще надо заметить, что это было ведь отражение Вполне существовавших и развивавшихся Еще в 60-е и в 70-е годы страхов В отношении атомной энергетики И вообще всего, связанного с атомной технологией И надо сказать, что ведь до Чернобыля Это была авария Треймайл Айленд в Соединенных Штатах Америки И об этом тоже в свое время Там очень много говорили И очень многие люди выступали Но надо отметить, что в принципе Вот это вот, если уж мы не будем говорить вообще Про вот эту пропаганду Различных идей Если мы говорим про климат Про экологию Про здоровье человека То нужно, конечно, вспомнить эпоху 60-х Знаменитые хиппи Дети цветло И вот именно тогда Впервые появились и лозунги антивоенные No war make love Давайте заниматься любовью, а не войной И, кстати, знаменитый Greenpeace Вот этот, который сейчас Экологическая организация Началась Она именно на волне Борьбы с распространением ядерного оружия Борьбы с против ядерных испытаний Вот это очень важный момент Что, так скажем, зеленое движение Оно в значительной мере Было инспирировано антивоенным движением Вот именно появилось на этом фоне И стоит вспомнить Вот вы меня поправите Как в области кино Но я, допустим, хотел ответить То есть в 1971 году Вышел замечательный альбом Гейл, да Это «Экология» назывался Да, там была замечательная композиция И легко найти в интернете «Mercy, mercy me» Это потрясающая композиция В которой прямо вот текст Его и текст есть на английском И на русском языках Перевод Это текст про загаженные океаны Про отравленную ртутью рыбу Про очерневшие небеса Где же эти голубые небеса И надо отметить Что эту песню перепевали Очень многие Афган, например, от Роберт Палмер Если я не ошибаюсь Роберт Палмер, да Да И надо заметить Что до сих пор Ее очень кручасто крутят Потому что Одни крутят Потому что это очень хорошая песня По качеству своему исполнению И музыкально А другие Именно потому что Считают Что это был первый Имн экологического движения И надо заметить Что Сама песня Вот если прочитать Даже вот по-русски Текстов А потом прослушать ее То, в общем-то Это Ну это покруче даже Может быть Ну не то, что покруче Но это очень перекликается С такими вещами Как Леновская Imagine Которая предлагает Представить себе Прекрасный мир Вот Дайте миру шанс Вот знаменитая Потом еще вот Знаменитые вещи Были We all the world Да Мы дети Мы весь мир Да Мы его дети Да То есть надо сказать Что В протяжении Вот достаточно Такого Долгого времени Это лет 20 Продвижение Идеи экологии Мира Оно Очень активно Шло И благодаря Средствам Популярной музыки Причем Это не всегда Это Не простые штампы Были Да Пластые лозунги Это были личные переживания И очень многие люди Я вот сейчас говорю От поколения Которым 60 55 Да Очень многие люди Воспринимали Эти идеи Именно благодаря Вот этим Песням Ну и плюс Еще и Фильмы Тот же самый Китайский синдром Шел кстати В Советском Союзе Когда считалось Что аварии Могут быть Только на западе Не в СССР Поэтому наверное Эту картину И закупили Но по сути дела Эта картина Касается Кого угодно Она именно Как я понимаю Ведь по сути дела Ее содержание Об отношении О наплевательском Отношении К тому Чем С чем ты Работаешь Очень любили Во французском кино Делать такие Конспирологические Триллеры Где Ну очень часто Вот именно Правительство Пыталось скрыть Какие-то Вот Экологические Катастрофы Например там В фильме Красная зона Проезжающий Мимо Грузовик С химическими Реактивами Переворачивается В результате Отравленный Ядом Жители Маленькой деревушки И что делает Правительство Вместо того чтобы Ну Попытаться Помочь Или там Посыпать голову Пеплом Там просто Эту деревню Стирают с лица земли И пытаются Объяснить что произошла Ну там Не знаю Пожар или что-то еще Но пытаются Скрыть первопричину И вот Там Очень такой Яркий был В свое время В 80-е годы Триллер Рассказывал о том Как журналист Рискуя жизнью Вот пытается Спасти Там Нескольких Там по-моему Ему удается Спасти одну женщину Которая осталась В живых И таким образом Вот Раскрыть всю правду А были ведь И в американском Кино Очень такие Большие проблемы Как Например Вот Водный мир С Кевином Костнером Угроза Вот действительно Нового Всемирного потопа Из-за Глобального потепления Вот это В принципе Очень наглядно Так было показано Чем может Все обернуться Потом кстати Роланд Эмерих По-моему В фильме 2012 Показал Тоже Вот Из-за разломов Там Земли Но тем не менее Вот происходит Тоже такой Глобальный Огромный потоп И вот Спастись могут Только избранные На Ковчеге Вот я хотел бы Сказать про Францию Сначала Что Ведь для французов Это очень понятно Очень много людей Во Франции Выступали против Как раз Именно действий Своих собственных Спецслужб Не стоит забывать Что Франция проводила Одно из последних Стран Активно Открытые Ядерные испытания На своих Атоллах Это Атол Муру В Тихом Акреане И как раз Гринпис Собирался Проводить Там Акцию Протеста Туда Должно было Отправиться Судно Rainbow Warrior И это судно Было подорвано Агентами Французских Спецслужб Боевыми Пловцами Очень легко Можно поискать Эту историю В интернете Она очень хорошо Описана И надо сказать Что Она В свое время У просвещенной Публики Вызвала Огромный шок Как это так Вот Откуда Могут взяться Вот такие Вот Брутальные Методы борьбы Там же Кстати Человек Погиб Но вот что Касается Вы отметили Очень важный Момент Вот который О вот этих Проблемах Которые Есть Технологические Которые Кинематограф Сейчас Освещают Дело Дело все в том Что кинематограф Получил С развитием Особенно Компьютерных Технологий Возможность Представить Себе Возможные Вот эти Вот Явления Да Называется Воочию В глобальных В огромнейших Масштабах Если у Кевина Костнера С его Водяным Миром Это было Просто Пантон На воде А по-моему Кто-то Говорил Если Что-то Не Эмбер По-моему Говорил Что Никогда Ничего Не Делайте На воде Там Страшная Была История С Перерасходом Средств Все Тонуло Не так Плавало Вот Но Ведь После этого Вот это 2012 Год Это же Чистая Компьютерная Графия Но Тут вот Как раз Очень Тонкий Момент Ведь Можно же Перегнуть Палку И вам Уже Перестают Верить Любой Человеку Достаточно Было Посмотреть На карту Земли И Подать Откуда Должно Столько Взяться Льдов Столько Взяться Воды Чтобы Извините Меня Эверест Стал Вершиной Довольно Таки Небольшой Вершиной Посреди Всего Океана Ну То есть Это Как говорится Ну Слишком И Это Вызывает Сомнение Уже В самой Идеи Потопа А вот С другой Стороны Может быть Вещи Которые Более В наше Время Уже Режиссеры Создатели Фильмов Стали смотреть Более Как бы Трезвым Взором Но от Этого Не менее Страшно Вот я Часто Упоминаю Фильм Элизиум Ранен Земли Да С Мэтом Дэймоном Главный Это Фильм О том Что Сама Планета Превращается В завод Свалку А Самая Богатейшая Часть Улетает На Орбиту Где Создана Грандиозная Суперстанция Огромнейшая На которой Живут люди У которых Нет болезней Где Можно Вылечить Рак Любое Заболевание Потому Что Они Владеют Всеми Деньгами Мира А Все Остальные Находятся В этом Кошмаре На самой Планете И Их Идея Как раз Дорваться До этих Технологий Потому Что Технологии Дорогие И они Как бы Не для Всех Вот Это Очень Важная Вещь Потому Что Уже Сейчас Является Такая Штука Сколько Мы Говорили О том Что Загажена Африка Ведь Есть Страны В которых Собственно Переработка Мусора Из Такая Переработка 50 тысяч Человек Копошаться На грандиозной Свалке Которую Видно Из космоса Вот Они Все Что Мы Выкидывают Они Все Это Все Разбирали И Сейчас Еще Совершенно Непонятно Куда Это Все Будет Деваться С одной Стороны Это Единственный Источник Дохода Что Делать Вот Надо Заметить Что Об этом Существует Авторское Кино Или Допустим Документальное Которое На широкие Экраны Не выходит Как я Сейчас Понимаю Что Очень Многие Режиссеры Начинают Уделять Больше Внимания Смеялись Над Гретой Тунберг Но она Не только Всем Советовала Меньше Потреблять Она В том Смысле Советовала Деятелям Искусства Больше Уделить Внимание Этой Темати И вот тут С Гретой Трудно Поспорить Потому что Включаешь Телевизоры Что западные Каналы Что допустим Российские Особенно Да Там жизнь Богатых Несчастная Любовь Это все Перепев Известные Вещи Богатые Тоже Плачут А вот Вы видели Допустим Российский Сериал Посвященный Проблемам Свала Зато Есть Анимационный Фильм Волли Где Как раз Таки Нам Очень наглядно Показывают Нашу планету Превращенную В огромную Свалку Где работает Вот робот Мусорщик Разбирающий Потихонечку Все эти Завалы Тоже очень Наглядно И действительно Промывают Мозги Прочищает Это Это да Но этот Мультик Уже Как бы Можно Сказать Прошлое Это Уже Как говорится В анатологии Ушедшего Времени Я хочу Сказать Что в Настоящее Время Очень Интересно Складывается Ситуация С одной Стороны Как бы Звезды Поддерживают Экологическое Движение А с другой Стороны Нельзя Сказать Чтобы Мы Видели Прямо Такой Вал Фильмов Песен Которые Можно Было Назвать Вот Им Нужно Было Сравнить Допустим Антивоенным Движением Семидесятых Годов Когда Собственно Говоря Экологическое Движение Тоже Поднялось И стало Развиваться На фоне Своих Проблем Сейчас Это Больше Так Человек Может Снимать Различные Совершенно Вещи Петь Разные Песни Но При этом После того Как все Заканчивается Он Вышел Офлайн Вот Он Переходит Перед Журналистами И говорит О том Он Выступает За Борьбу И вот Он Больше Не Ездит На Автомобиле А ходит На велосипеде Это Конечно Обращение К разуму Но Мне бы Кажется Что Как раз Обращение Именно К настроениям Людей К эмоциям Было бы Опять Более Эффективно Например Фильм Про то Что Произойдет С нами Если Поднимется Уровень Воды Хотя Бо На Два Метра Это Реальность Более Менее Понятно Этот Фильм Был бы Может быть Гораздо Более Сильный Эмоциональный Имел Более Сильное Эмоциональное Воздействие В том Что Это Легко Поверить И Это Касается Очень Многих Людей Ну или Да Или например Вот Безумный Макс Фильм Если брать Самую первую Часть Он Моделирует Ситуацию Когда Заканчивается Горючее Оно Становится Самым Ценным Продуктом И В принципе Мы Можем Тоже Представить Смоделировать Эту Ситуацию Как Бы Мы Жили Выживали Как Бы Мы Спасались Например От Каких Банд Если У нас Просто Нет Горючего Чтобы Куда То Уехать А Вот В последнем Фильме В четвертом Максе Как Раз Главной Ценностью Становится Вода Пить И Вот Это Еще Более Актуально Потому Что По Самым Последним Исследованием Которые Были Опубликованы Всего Лишь Десять Дней Тому Назад Уже 2050 Году Половина Земного Шара Окажется В ситуации Крутейшего Дефицита Чистой Пресной Воды И уже Кстати Вопрос Не в нефть А Чисто Просто А нет Воды Это Нет Выращивания Нет Растений То есть Очень Такая Серьезная И Главное Об этом же Пока что Остается Смотреть Именно На этого Марта Ну да Еще В принципе Можно вспомнить Если мы говорим Про документальное Кино Бывший Вице-президент США Альберт Гор Снял Фильм Неудобная Правда Я понимаю Он был снят В тот момент Когда он Выдвигал Свою кандидатуру На президентских Выборах Это был Как часть Его предвыборной Компании Но тем не менее Фильм до сих пор Считается Одним из самых Успешных Документальных Фильмов Он собрал 20 миллионов Долларов В прокате Что это Считается Очень большие Суммы Для документального Кино И тут Очень важный Момент Ведь Раскритиковали Этот фильм Специалисты Очень и очень Жесток По деталям Но Общее настроение Этот фильм Общее эмоциональное Настроение Дает Дает Очень большой Эффект Об этом Нужно Как раз Заметить Факты Да Факты Были Не самые Так скажем Проверенные Не самые Четкие И вообще Все могло Выглядеть Немножко Не так По фактам Если брать По отдельности Общая Эмоциональная Картина Совершенно Определенная И вот Это важнейшая Вещь Вы можете Иметь У себя На руках Знаете Как говорится Плохие Карты То есть Плохие Факты Непроверенные Но если Вы талантливый Человек Вы можете Создать Произведение Которое Люди Будут Верить И они Потом Поверив Эмоционально Поверив Сердцем Ваш Материал Они После этого Начнут Верить И в эти Факты Ну что же На этой Я думаю Такой Очень яркой Ноте Мы сегодня И завершим Программу Климат Контроль Константин Рангс Сегодня был С нами На прямой Связи Спасибо Большое Константин До новых Встреч Всего До свидания Будьте здоровы